Всем большой привет! С вами Виталий Декабрёв. Сегодняшний выпуск я хотел бы посвятить гостям из Южной Америки, красавице Бугенвилле. Оказывается, её с успехом можно выращивать в средней полосе. Да, в общем, везде. Главное знать некоторые особенности. Кто отдыхал на морских курортах, тот, конечно, видел пышное цветение Бугенвилле. Мимо пройти невозможно. Яркие, малиновые, белые, жёлтые облака притягивают взоры. Мне кажется, у всех есть фото с отдыха на фоне этого чудесного растения. И я попросил своих зрителей прислать фото на фоне Бугенвиллей. Посмотрите, и это только маленькая часть. А ещё оказалось, что уже многие выращивают Бугенвиллей дома. Сегодня я приехал в гости к Елене Пчельниковой. Она коллекционер Бугенвиллей и профессионал своего дела. Елена 10 лет назад увлеклась выращиванием Бугенвиллей. Кстати, на днях снимали сюжет с Мариной Рыкалиной. А как вы знаете, она впереди планеты всей. Кладезь информации. Так вот, она сказала, что правильно произносить Бугенвиллея. И это действительно так и логично. Мы привыкли, что Бугенвиллей, но мне кажется, Бугенвиллея всё-таки правильно. Вот ведь чё. Однако, всё же удобнее и привычнее пока для нас Бугенвиллея. Что скажете, друзья, по этому поводу? Как мы будем её называть? Напишите в комментариях. Но вернусь к нашей героине. Елена когда-то работала на Тольяттинском заводе. Но превратила своё хобби в небольшой бизнес. Сейчас Елена продаёт своих питомцев по всей России и не только. В её коллекции более 200 сортов. А ещё и сама занимается селекцией. Всё началось с того, что я поехала на Кипр отдыхать. И увидела на Кипре в первый раз вообще такие невероятно красивые растения. Не знала названия, что с ними делать, но решила взять пару череночков с собой. На всякий случай. На всякий случай, да. И всё, и всё куринилось. И тут же всё зацвело. И я начала искать у любителей вот этих растений. Нашла название, как цветок называется, Бугенвиллея. Это сколько лет назад? В 2012 году, ровно 10 лет назад. И начала искать растения. Мало было в то время любителей этого растения. Всего лишь несколько черенков мне удалось найти за это время. Коллекция постепенно расширялась. Никто не знал, как за ними ухаживать. И я, грубо говоря, была первопроходцем в уходе за этими растениями. Были и пробы, и ошибки. И мало что и получалось вначале. Но вот пришла к такому результату. В интернете было мало на тот момент информации, да? По выращиванию, по агротехнике, так скажем. Её не было вообще. Вообще? Да. То есть я начинала... Никто не занимался. Да, я начинала с нуля. Я не понимала, что нужно этому растению. Я его пыталась и в тень убрать, и на солнышко поставить. И какие-то эксперименты с горшками у меня происходили. Но постепенно я поняла, что нужно растению в тот или иной период. И уже пришла вот к каким-то выводам, которыми делюсь и... Хотелось бы рассказать предысторию нашего знакомства с Еленой. Мне каждый год хочется чего-то новенького. Какие-то эксперименты, это прямо у меня в крови. Случайно увидел в ТикТоке вот эту красоту. И сразу понял, что всё, мне нужна Генвилия дома однозначно. И оказалось, что Елена моя землячка. Мы живём буквально в соседних городах, в одной области. И вот так сложилось. Вот мысли материальны всё-таки, да? Вселенная всегда нам помогает достигать своих целей. И вот я сегодня нахожусь вот в этой красоте. Конечно, что-то невероятное. Лен, сколько максимально вот цветёт Генвилия, сколько вот эти растения будут вас радовать своей красотой? Фактически от начала зарождения предсветников до их опадения проходит ровно месяц. Я даже делала видео, которое засняла весь процесс цветения. Да, ровно месяц. Позже они облетают, и, возможно, начинается новое цветение. То есть у некоторых сортов сразу же происходит повторное цветение? Сколько сортов у вас на сегодняшний день в коллекции? Около двухсот, точнее не скажу. Каждый раз появляются новые, плюс у меня появляются свои гибриды, мутации почковые, которые я также закрепляю и укореняю. И получается, что они тоже у меня считаются как новый сорт. То есть вы ещё ведёте селекционную работу? Ну, можно так сказать. На этой полке у меня находится группа сортов, которые получились у меня благодаря почковой мутации моих основных сортов. К примеру, сорт Сага Эмас дал вот такой вот побег с изменённой золотой листвой, который я благополучно укоренила. И у меня появился новый сорт, его мутация. Также есть сорта мутации у Беллиса, у ещё одного сорта Сансет Пикси. Он практически белый, с очень лёгкой пестротой. Как вы видите, на одном сорте может быть два вида листвы. Одна часть варегатная, другая зелёная. Если укоренить зелёную часть, то появится новый сорт. Также и у Сага Эмас часть побегов окрашены совершенно другим цветом. Их также можно укоренить и получить новый сорт. Такое количество невероятных сортов. Вот для меня, например, это открытие. Потому что мне казалось, ну, жёлтое, ну, фуксия и белое. Красное. Белое-красное. Красное, кстати, вот я и не видел. А вообще, вот кто-то вот так занимается селекцией бугенвилей, какие-то вот страны, какие-то питомники, может быть, как, например, вот Жан Рено занимается гортензиями метельчатыми. Может быть, кто-то занимается бугенвилей? Да, занимается и занимается в Китае. И я узнала, чаще всего селекционеры применяют облучение этих растений. Таким образом появляются новые мутации, которые они пытаются загребить. Какой у вас самый редкий сорт в вашей коллекции? Вот самый-самый, ну, может быть, три сорта. Редкость сорта зависит от листвы, потому что не так много окраски у бугенвилей. Синий бугенвилей не бывает, это миф. Вся редкость это в листьях. Это махровый сорт, называется оси-голд. Какой самый дорогой черенок в вашей коллекции, который удалось приобрести? Сколько вот? Максимальная цена черенка. Он стоил на наши рубли 5000 рублей. Но это не предел, я так понял. Это не предел. Мне предлагали за 25. И за 25. Вот, друзья, представляете, какие люди увлеченные, что могут покупать такие дорогие черенки. Это же еще не факт, что он укоренится. То есть такая лотерея. А оказывается, еще и за 25 тысяч можно приобрести. Самый старый – это вот Сан-Диего Варегатный, который привезен, был маленьким-маленьким черенком в 10 сантиметров. И укоренился, и теперь уже ползет по стене. А это единственный такой крупномер у вас? Сортов крупномеров много, но вот именно такое большое и огромное. Да, я не веду вот растение. По размеру, да, это он самый большой у меня. Про формировку мы еще поговорим. Сейчас, конечно, интересует вот это вот все великолепие. Рядом стоят два сорта, которые достаточно редкие пока в России. Это Махара Марбл. У нее Варегатное листва и Махровые прицветники. У нас в России очень любят и ценят именно Махровые прицветники. Они самые популярные и в коллекции, и по запросам. Ну и этот сорт Махара Марбл – один из самых дорогих коллекций. Из-за того, что у него крайне интересные Варегатные листва. И он Махровый. Рядом находится обычный сорт с розовыми прицветниками, но невероятно красивый листвой. Это Snow Pink. Цветет также очень часто. Лен, вы помимо того, что коллекционер, все-таки еще и занимаетесь производством, так скажем, черенков посадочного материала. Сколько сейчас, в данный момент, можно у вас приобрести сортов? На данный момент не так много сортов, которые у меня в продаже, по той причине, что сезон только начался. Я укореняю с начала марта, и поэтому все, что я сейчас укореняю, еще не укоренилось. Поэтому купить их нельзя. Доступность будет по мере их укоренения с конца апреля до окончания сезона, где-то в октябре, в ноябре месяце. То есть отправляете вы только в летнее время? Да. Были, конечно, у меня эксперименты с упаковкой, и я отправляла даже при минус 13 в Москву. Доезжала все отлично два раза. Рискованно, конечно. Да. Я уверен, что после сегодняшнего сюжета масса будет желающих приобрести эти великолепные растения, поэтому ссылки на все соцсети обязательно оставлю в описании к этому видео. Многие коллекционеры редких растений с успехом размножают и продают своих зеленых питомцев. Где же их найти? Где же увидеть все разнообразие, спросите вы? Самая большая и удобная площадка, на мой взгляд, это, конечно же, Авито. У нашей сегодняшней героини Елены Пчельниковой тоже есть своя страница и свой профиль на Авито. Ссылочку обязательно оставлю в описании к видео. На Авито можно решить почти все садово-дачные задачи. От поиска подходящей теплицы до покупки стройматериалов и мебели для дома. И, кстати, по любому запросу можно найти широкий ассортимент новой продукции. А еще удобно, что на Авито можно общаться с продавцом напрямую, задавать все интересующие вопросы. Давайте поищем клумбу для новых цветов. Вот, кстати, интересный вариант. Можно красиво посадить растения, так, чтобы ни один цветочек не затерялся. Чтобы быть уверенным в продавце, рекомендую посмотреть его рейтинг и отзывы других покупателей. У этого продавца высокий рейтинг и богатая история продаж. Покупка будет безопасная. На Авито можно найти материалы для строительства и обработки дерева для ваших новых построек. Например, огнебиозащиту по доступным ценам. Здесь продавцом является компания, которая отмечена плашкой «Проверенный партнер». Это означает то, что Авито проверил объявление продавца. Рейтинг у него выше 4 звезд, а отзывов больше 10. Эта отметка поможет нам найти честного продавца. А чтобы сделать дом и участок уютнее, можно найти на Авито уличную гирлянду. Интересно, а можно ли заказать разноцветные лампочки? Спрошу у продавца напрямую. После уточнения всех деталей можем сделать заказ. Кстати, на Авито большой выбор категорий товаров, доступных для заказа с помощью Авито доставки по всей России. Находите все, что нужно для дома и сада на Авито по ссылке в описании. Давайте, Лена, поговорим все-таки об уходе. Я думаю, что стереотип заключается в том, что очень сложно вырастить бугенвилию дома. Вот что вы на это скажете? Опять-таки, это миф, как то, что у бугенвилии должен быть период покоя. У меня активно растения цветут и в осеннее, и в зимнее время. И за все эти 10 лет никто из них никогда не видел этого самого периода покоя. Все, что им нужно, это прямое солнце. У меня это восточная и южная сторона. Тесный горшок и хорошее удобрение, которое я вношу без перерыва даже в зимнее время. А влажность воздуха какая должна быть? Или это не принципиально? Не принципиально. Как получится? Ну, желательно. Все-таки южноамериканское растение, да? Думаю, влажность там ого-го какая. Влажность у меня создается из-за большого количества горшков. Поэтому у меня достаточно влажный. Я не пользуюсь увлажнителями. Да, даже в зимнее время у меня сохраняется такая высокая влажность в помещении. Как часто поливать нужно? Зимой чаще всего я поливаю раз в неделю. Иногда мне приходится изменить полив, и я поливаю несколько раз в неделю. А летом я поливаю ежедневно, и трачу на это где-то полтора-два часа в свое время. Да, вот я хотел как раз спросить. Я вижу шланг, водопроводная труба сюда проведена на балкон. Вот эта труба, которая идет к этому резервуару с водой. Она отстаивается, и можно поливать. Потому что без вот этой конструкции полив был бы абсолютно нереален. Я трачу где-то 80 литров на две своих лоджии, которые здесь находятся. Ежедневно 80 литров воды. Это просто нереально набрать бутылки, как многие делают. Часть сортов – это малайзийские и китайские сорта. К примеру, вот этот сорт ко мне приехал из Хорватии. Со мной поделился этим сортом любитель бугенвилей, в котором я встречалась в сплите. Это сорт чили ред. Очень мне дорог. Красный сорт. Достаточно часто цветет, практически без остановки. Съемки происходят у нас в марте месяце, в середине. Погода стоит отвратительная. Минус 10. Минус 10, да. Когда вы начинаете уже проветривать? Когда начинаете открывать балкон? Обычно я начинаю проветривать с начала марта, когда уже температура… Обычно ближе к нулю в наших условиях. И вот с этого времени я начинаю проветривать. Когда растения привыкшие к проветриванию, ничего не будет. Как только я открою микропроветривание, большинство предсветников просто облетит из-за смены условий. Лен, я так полагаю, что бугенвилю без проблем можно вывозить на участок летом и выращивать ее, так скажем, в открытом грунте. Правильно? Нет, в открытом грунте я бы не советовала выращивать. Ну, я имею в виду в горшке, да. В горшке, да. Не сажать в грядку, конечно. Был такой эксперимент. В том году папе я отвезла 25 горшков, в том числе и один крупномер. И все это время они цвели у него. И росли, и хорошо, и вытянулись хорошо, и цвели практически весь период с мая по конец октября, когда уже настало холодно, мы забрали растения. И окраска предсветников была гораздо ярче, чем на лоджии. А вот еще мне вспомнилось, все-таки у нас бугенвиле – это лиана. Значит, что у нас любит лиана? Макушки должны быть на ярком солнце, а вот корневая система в тени. То есть вот горшок, мне так кажется, что лучше бы не перегревать. Однако я никого никогда не прикрываю. Ну да, вот здесь вот все. И на солнце они стояли, все горшки черные, естественно, нагреваются очень сильно. Летом здесь очень жарко, если не работает кондиционер. На даче, естественно, тоже очень жарко. И как-то все живут, цветут, растут. Не могу сказать почему, но вот такой эффект. Но в полутени, наверное, будет ей не очень комфортно. Нет, цвести она не будет в полутени. Ей нужно только прямое солнце. Если за окном находятся какие-то деревья, заборы, что дает тень, то растению будет некомфортно. И, возможно, цвести оно не будет. Даже если растение находится на южной стороне, но с притенением. Даже могу сказать, что козырек, если находится над окном, также способствует тому, что растение будет плохо цвести. У многих стоит вопрос с размещением дома, цветов, рассады и микрозелени, так популярной в последнее время. Хочу порекомендовать недорогой вариант стеллажа-конструктора от компании «Агроном». Это универсальная и стильная полочка для чего угодно. Изготовлен такой стеллаж из высококачественной влагостойкой ламинированной фанеры. Даже необработанные края не вспучиваются от регулярных опрыскиваний. И состоит такой стеллаж из шести элементов. Конструкция может трансформироваться. Ее можно сделать в два или три яруса. Также эту полку можно ставить друг на друга, сделав из двух полок конструкцию в пять ярусов. Стеллаж собирается без гвоздей, шурупов и клея за несколько минут. Конструкцией можно прикрепить фитолампу. Полка позволит использовать место на окне более рационально. Разместив полку на подоконнике, вы можете поместить на нее два или три ряда рассады. На мой взгляд, получилась стильная и практичная полочка. Заказывал я такие стеллажи на Вайлберисе. Ссылка в описании к видео. Доставка, кстати, абсолютно бесплатная. Растения формируются по разному принципу. В данном случае мы взяли с вами куст, который я буду обрезать и показывать, как правильно его формировать. У меня есть растения, которые я выращиваю на опоре, и у них немного другой принцип формирования. Также есть некоторые сорта, которые плохо поддаются формированию, и я стараюсь их формировать чаще. Чем чаще я растения обрезаю, тем образуется больше боковых побегов, и тем больше новых побегов с цветом. Очень хорошо и благотворно влияет обрезка на растения. Однако нужно следовать одному принципу. Если вы обрезаете растения, и на растения не остается ни одного листочка, то такое растение проснется в дальнейшем 50 на 50. В таких случаях я обрезаю растения в два этапа. Часть веток я обрезаю сразу, жду появления нового роста, и после этого я делаю обрезку оставшихся побегов. Этот куст постоял у меня буквально два дня в тени, и он начал сразу сбрасывать листву. Это не проблема. Листва нарастет в самое ближайшее время, как только я переставлю этот куст на прямое солнце. А сейчас мы начнем обрезку. Каждую ветку я буду обрезать, оставляя на ней у основания 2-3 листа. Все остальное будет срезано. Оставляю 2-3 листочка, все остальное срезаю. И вот посмотрите, какой большой побег я удалила, оставив всего лишь 2-3 междоузли у основания ветки. Очень важно обрезать так коротко, только потому что новый побег будет расти только под местом среза. Не по всей длине, а только в первых двух почках у среза. Удаляю все ветки, которые мешаются, которые выступают, оставляя буквально несколько сантиметров у основания. Именно это позволяет растению получить такой хороший куст в дальнейшем. Чем больше вы жалеете растения, чем больше вы оставляете длины ветки, тем больше оно будет бесформенное. Вся вот эта вот ветка в дальнейшем одервенеет и потеряет листву. И только на макушке появится новый побег. Вся вот эта вот часть будет без листвы. Можно не опасаться того, что бугенвилле выдает достаточно много побегов. Это нормально для ее формирования. И очень важно, чтобы было прямое солнечное освещение. Только благодаря нему она может свести шапкой, таким большим кустом, полностью покрытая перцветниками. Никакого прореживания ей делать не нужно. Только обрезка, которую я делаю несколько раз в сезоне. Любые побеги возможно обрезать. Будь то деревянные, либо совсем молочные и еще зеленые. Любой побег после обрезки дает новые побеги. Если вы хотите в какой-то момент изменить форму или же уменьшить размер растения, вы это можете в любой момент сделать. Самое главное правило, чтобы на растении оставалось листва, как я уже говорила ранее. К примеру, можно обрезать вот это растение примерно в этом месте. Из ствола появятся новые побеги. В этом нет никакой проблемы. Главное оставить часть растения с листвой. И таким образом оно будет более компактным. Многие любители боятся обрезать и зря. Получают бесформенный куст, который потом в дальнейшем достаточно сложно сформировать. Лучше начинать сформировку с самого начала, чем потом исправлять ошибки. Когда приобретаю черенок, пересаживаю 500-миллилитровый стаканчик и жду цветения. Неважно, сколько я буду его ждать, но как только я дождалась цветения, я уже обрезаю. Если я хочу, чтобы у меня основной ствол был 10 сантиметров, значит я оставляю 10 сантиметров, все остальное я срезаю. И под местом среза появляются новые побеги. В зависимости от сорта появляется разное количество побегов. Если это крупномер, скорее всего появится один побег. Если это узколистный сорт, появится 2-3 побега под местом среза. Именно поэтому я так и люблю узколистные сорта. Они очень просто формируются и хорошо цветут. Вчера этому растению исполнилось ровно год. И он у меня находится в 500-миллилитровом стаканчике. Я никогда не спешу пересаживать и всегда смотрю на само растение. Оно себя чувствует отлично, цветет, как вы видите. И в ближайшее время я не планирую пересадку. Если вы хотите чуть больше растения, чтобы оно росло быстрее, то я бы пересадила из 500-миллилитрового стаканчика в 1,5 литра. Еще раз, основное правило для всех бугенвилей. После того, как мы обрезаем растение, новые побеги образуются под местом среза. Как вот в этом случае. Два побега образовались именно под местом среза. Мы дожидаемся цветения и обрезаем. Если мы цветения не дожидаемся, но видим, что побег начинает деревенеть, у него нападают листва, и он на большом протяжении становится оголенный, то мы не ждем цветения и обрезаем, чтобы не дожидаться того, чтобы растение потеряло большое количество листва. Давайте немножко поговорим о питании бугенвилей, поскольку все-таки такое обильно цветущее растение, наверное, все-таки требовательно к питанию. Да, конечно, я подкармливаю растение без перерыва, вношу пролонгированное одобрение раз в 8 месяцев и повторяю это, как только закончится время действия первой порции, которую я внесла. Как это понять, когда оно закончится? На этикетке написано 8-9 месяцев, но в зависимости от того, какие условия, если слишком жарко, то питательные вещества отдаются гораздо сильнее, поэтому иногда я жду 8 месяцев, иногда я смотрю по растениям, что нужно бы уже подкормить. Я могу сказать, что летом, если слишком сильное освещение, то растение может даже затормозиться в росте. Она может находиться в таком состоянии достаточно долгое время. И если я знаю, что растение не будет цвести летом, это узколистные сорта, они практически не цветут летом, я могу их вывести на дачу. Они будут сохранены в той форме, которую я оставила с начала сезона, то есть они не будут вытягиваться. И осенью, когда я забираю эти растения, они при внесении удобрения могут зацвести достаточно пышно, без вытянутых вот таких вот побегов, которые не знаешь, куда девать. Потому что бугенвилля растет очень быстро. За месяц она может вырасти где-то на 20-30 сантиметров, и ее нужно постоянно обрезать. Только обрезка формирует вид вашего растения. Я тут вам привез, наверное, не вам, гостинца привез, а в вашем бугенвилле такое вот удобрение. И я увидел у вас на странице, что вы уже им пользовались. Это цион, тоже пролонгированное удобрение, цветочное. Вот что вы скажете, какие ощущения после того, как вы вносили цион в вашем любимом растении? Могу сказать, что в самом начале я не поняла, как оно работает. Да, вот эти ионный обмен, питание и так далее. Да, вау-эффекта, который обычно бывает после внесения моего пролонгированного удобрения, не было. Отлола совсем. Но через 2-3 месяца, зимой в январе, бугенвилли просто взорвались. И больше, кроме циона, я не вносила ничего. То есть могу сказать, что это было только эффект от циона. Вот так же как. Да. Здесь действительно полный набор макро- и микроэлементов, что это, конечно, решает проблему с питанием полностью. В начале марта в городе Дубай прошла всемирная выставка «Экспо-2020», на которой Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов совместно с Федеральным институтом промышленной собственности презентовали изобретения и инновационные стартапы России. В числе 11 российских инновационных разработок в рамках сессии «Изобретено в России» на выставке были представлены ионитные субстраты «Цион». Было приятно увидеть большой интерес к этой разработке. Наш продукт действительно позволяет и позволит открыть новую эру в сельском хозяйстве, в регионах с экстремальным климатом. Поздравляю коллег с участием в выставке такого масштаба и рад, что отечественная разработка снова получила высокую оценку. Каким образом вносить «Цион» нужно в горшки с бугенвилеми? Как вы видите, земля время от времени оседает. Я не вношу новую землю сверху. Для того, чтобы внести «Цион», я просто вытаскивала весь ком земли из горшка и вниз добавляла с новой землей смешанную вот эту вот питательную добавку. А, кстати, есть такой приём, вот если вдруг пеларгония у некоторых не цветёт, то палочкой проделать отверстие буквально до дна горшка, где соприкасается грунт с горшком. Это даёт воздушность грунту, то есть у нас лучше влага, да и воздуха, ёмкость. И как раз в эти отверстия можно, наверное, насыпать удобрение таким вот образом. Вот именно так я и засыпаю пролонгированное удобрение. Делаю лунки, да, в нескольких местах делаю лунки, засыпаю удобрение, которое я пользуюсь, и засыпаю частью грунта, так как на поверхности земли это удобрение не работает. Лен, скажите, пожалуйста, как часто нужно бугенвилле и предоставлять горшок большего объёма? Я практически никого из своих растений не пересаживаю, только в самых исключительных случаях. Большинство моих растений содержится в горшках 1,5-4 литра, не более. Если предоставлять больший объём, как, например, вот в этом большом крупномире, растёт он хорошо, цветёт, как видите, не очень. Если бы тара была у него гораздо меньше, то, я думаю, свёл бы он пышнее. Но это была моя первая бугенвилля, первая ошибка, и получилось, что получилось. И вы ещё говорили в своих мини-выпусках, что горшки лучше им предоставлять вот такой длинной формы. Да. Сравнивала горшки, которые узкие и высокие, с широким и низким горшком. В низком горшке большая часть грунта по краям остаётся неосвоенной. Даже растения, которые находятся многие годы, этот грунт не осваивают. Видимо, стержневая, да? Корневая большая система, поэтому... И сравнивая корневые системы двух растений, сразу видно, что корневая система в высоком и узком горшке гораздо мощнее, чем в низком и широком горшке. Грунту не требовательны. Главное, чтобы грунт был как можно более рыхлый. Но если грунт слишком рыхлый, тогда поливать придётся гораздо чаще. Если такой возможности нет, то лучше не добавлять много перлита, вермикулита, который я добавляю для разрыхления. Где-то верховой торф 60% и 40% – это перлит или вермикулит. Лен, а давайте поговорим о возможных болезнях по генвилле. Вообще поражается она чем-либо? В домашних условиях она поражается только клещом. Клещ появляется из зухого воздуха, и поэтому время от времени мне приходится обрабатывать её превентивно. Других болезней у меня не обнаруживается, по той причине, что они находятся в такой закрытой эксистеме, и поэтому извне ничего не попадает. Дома понятно. А вот какой-то опыт каких-то ваших коллег, которые вывозят генвиллю на участке, вот в этом случае может она чем-то поражаться? Как и любое другое растение, на участке возможно появление болезней, также возможен залив, соответственно, любые болезни проявляются, в том числе и гниение. Очень я люблю узколистые сорта, так как они цветут и осенью, и зимой, даже весной, как вы видите. Эти сорта я выращиваю на опоре. В своё время у меня были очень неудачные опоры, они были узкие и не очень высокие. Сейчас опоры высокие, 140 см в длину, и они полностью покрыты предцветниками. Этот сорт Snow Purple у меня выращивается с 2017 года, но, в принципе, такой большой он может вырасти и за год. У него предцветники белые, но на ярком солнце окрас меняется на лёгкую розовинку. То есть, если посмотреть поближе каждый предцветник, на белом фоне видны такие розовые вкрапления. И для бугенвилии важен не сам цветок, который находится внутри каждого предцветника, их там три, а сами предцветники. И именно они представляют собой декоративный интерес. Я вот почему-то уверен на 100%, что пройдёт ещё буквально один год, максимум два, и бугенвилия станет очень-очень популярным растением, потому что оно замечательное, тем более, что когда видишь вот такую красоту, и буквально небольшие кустики так красиво цветут, ну, кто откажется от такой красоты? Оно того стоит, потому что ухода практически никакого, полив, только полив, и всё. Удобрение раз в 8 месяцев, обрезка не такая уж сложная. Ну что, приступаем к самому ответственному, самому интересному процессу, это процесс черенкования. Многие спрашивают, как же черенковать бугенвиллю, и большинство запросов в сети именно про черенкование. Только что с вами мы обрезали растения и получили вот такие вот длинные побеги, которые мы сейчас будем обрезать. Оставляем где-то 3-4 листочка, и таким образом формирую черенок. У нас получился такой небольшой черенок. Нижний листочек я обрезаю, а все остальные листочки я обрезаю наполовину. Также я проделываю с оставшейся веткой, обрезаю по тому же самому принципу, удаляю нижний листочек, и все листочки сверху я обрезаю наполовину. Далее получившиеся черенки мы окунаем в любой укоренитель. Слегка припудриваем, сильно этого делать не стоит. Подготовленную нами ранее смесь добавляю в стаканчик. Грунт составляю из верхового торфа и перлита, где-то в пропорции 50 на 50 для черенков. Делаю углубление рукой, слегка увлажняю, сильно увлажнять не стоит, иначе будет загнивать у вас черенок. И вставляю его в стаканчик. Слегка прижимаю грунт. Мы каждый черенок будем подписывать, и после этого поставим их в тепличку. Тепличку я сооружаю из зип-пакета, ставлю туда несколько черенков и закрываю пакет. В таком состоянии они будут храниться и укореняться от двух недель до года, в зависимости от сорта и времени года. Иногда тепличку можно проветривать, открывая на несколько минут и потом снова закрывая. После того, как мы видим, что в отверстиях в стаканчике появились корни, мы пересаживаем эти черенки в 200-мл стаканчик. В таком состоянии они могут находиться в несколько месяцев. После этого следующая пересадка будет уже в 500-мл стакан, как в этом случае. И, как вы видите, цветение долго ждать от бугенвиле не стоит. Она зацветает сразу же, как только она укоренится. Даже стоя на укоренении, черенок может зацвести. Но в этом случае цвет мы срезаем. Для укоренения подходит любой побег, кроме самого молодого, который еще можно загнуть. Вот эти черенки никогда не укоренятся. В исключительных случаях я получала укоренение вот с таких вот побегов. Лучше всего брать черенки либо одеревневшие, либо еще зеленые, но не такие гибкие, как молодые верхушечные побеги. Я благодарен Елене, что пригласила в гости и показала свою коллекцию. Желаю ей успехов и новых интересных сортов.